Юрий Михайлович, вы фотограф, журналист, писатель, телеведущий. А как вы любите, чтобы вас представляют из всех этих выпусков? Просто журналист? Да, конечно. Так что коллеги. Да, конечно. А вы помните, с чего началось ваше увлечение фотографией? Ну, увлечение фотографией мое началось очень давно, когда мне подарили фотоаппарат, трофейница из икон. У меня даже сохранилась одна фотография того времени. Ну, это просто было детское увлечение, там бачок, ванна. А потом уже попозже в газете это превратилось в нововспомогательную профессию. Я так думаю. А вот самый первый свой кадр, вот вы перечислили, вот вы помните конкретно, что он был? Он есть, он выставляется у меня, этот кадр, это мои друзья. Подворот, три человека, дети, им, наверное, лет, ну, не знаю, может, по 10. Если в 10, в ней 9, значит, это где-то 47-й, наверное, год, 46-й, вот такой. Это послевоенный год. Вот. И она странным образом сохранилась. Вообще негативы надо хранить. Они со временем обретают ценность. Даже если они сразу не представляются таковыми, то потому. У меня некоторое количество таких старых негативов есть, но, конечно, и не таких старых. А основной массив это, когда я начал работать в газете, в «Комсомольской правде», той, я подчеркиваю, в старой «Комсомольской правде», к этой не имеющей никакого отношения. Вот. Потом я работал в «Литературной газете», потом я работал в «Общей газете» у Егора Яковлева, и сейчас я работаю в «Новой газете». А в «Комсомольскую правду» вы попали, то есть, когда еще учились студенты? Я на практику пришел в «Комсомольскую правду», я учился в Ленинградском университете, приехал туда. И как-то бывает иногда, но мне повезло, я удачно прошел практику, они меня позвали на следующий год. И когда я в следующем году опять неплохо прошел эту практику, они меня сделали «Комсомолка» стажером САПКОРа по Ленинграду. Без перспективы стать САПКОРом, потому что я был не членом партии, а это невозможно было. САПКОР должен был быть членом партии для того, чтобы в «Обкоме» получать какие-то указания. В партию не стремились вступить? Нет, не стремился. А к чему? А зачем мне партия? Чтобы стать САПКОРом. Нет, видите, я думаю, что это слишком большая жертва была. Я кем стал, стал без всякой партии. Я не стремился стать САПКОРом, потому что меня организационная часть журналистики не волновала. Я не был ни заведующим отделом, ни членом редколлегии. То есть сейчас я член редколлегии, но это скорее дань моему возрасту. Ну, я член редколлегии «Новые газеты». Ну, так как почетно, знаете, как вещь. Ну, такая вещь, старинная вещь. Диван, шкаф, члены редколлегии. А вот вы упомянули, что все негативы надо сохранять. А вот сейчас, ну, это естественно, что люди... Сейчас люди все фотографируют на телефон, на все остальное. Тоже надо все сохранять? Нет, я считаю, что не надо снимать просто. У меня другая есть такая позиция. Я считаю, что снимать надо минимально. На телефон вообще опасно снимать, потому что у человека есть соблазн немедленно отправить это в какие-то социальные сети. То есть выполнить работу КГБ. Самому на себя стучать. Зачем это нужно? Я не вижу в этом никакой необходимости. Если ты хочешь что-то рассказать, ты можешь позвонить человеку или встретиться, пообщаться. А сейчас посылают, ну, буквально, все, что снимают, все посылают. Я не знаю, когда приходят ко мне гости, у меня бывает много гостей дома. Я запрещаю пользоваться этим телом. То есть никто ее уже не пользуется, просто чтобы не было неловкости. Человек не должен чувствовать себя под всевидящим оком большого брата. Мы сами превращаемся в этого большого брата, урвовского. Зачем это нужно? Есть специально обученные люди, их много. Пусть они следят. То есть фотографировать, вы считаете, что надо именно профессиональную аппаратуру? Нет, наоборот. Я считаю, что фотографировать надо любимых детей, но немного. Надо делать те карточки и оставлять те карточки, которые могут потом пригодиться. Ну, где они хорошо выглядят, где они смешные, где они добрые. А вот весь массив этот, особенно всякие такие, как бы вам сказать, якобы смешные карточки. Это все полная ерунда. С годами они не имеют никакой ценности. Когда смотрите старые альбомы, даже начало века прошлого, смотрите на спокойных людей, рассматриваете их лица. А здесь одно кривляние. Вот эти фотоаппараты, которые встроены в телефон, они позволяют делать кучу снимков без всяких усилий и затрат. Душево. Просто шлепаешь и все. Вот у меня есть вообще не обычный аппарат, телефон, но есть и такой. И на нем, по-моему, 4 или 5 фотографий все. Что это за фотографии? Ну, может посмотреть, я не знаю, не помню. Ну, наверное, внучка, внук, что-нибудь. Родные и близкие? Родные и близкие у меня, знаете, я вам скажу, что я родных, ну, родственников я не очень люблю. И людей, которые любят родственников, я считаю, что у них отсутствует критерий. Им доверять нельзя. Что значит любить родственников? По какому признаку у них любят этих родственников? Самая ценная фотография, самый ценный кадр какой-то есть? Как нельзя сказать, есть. Много ценных кадров, дорогих. Самые ценные кадры – это те, которые пропали. Ну, исчезли. И у негатива есть такое свойство. И у цифровых изображений тоже такое. Цифровое может быть случайно стерто или испорчено каким-то. А негативы, они время-то время прячутся. Или защищают свою идентичность такую негативную. То есть это почти как у Булгакова, рукописи не горят, они когда-то найдутся? А рукописи как раз горят. Тут я могу с Булгаковым. Ну, он считает, что не горят, пусть считает. Каждый имеет право на свое. Ну, сейчас уже он считал. Рукописи горят, их возможно уничтожить. Их невозможно восстановить. Потому что восстановленная рукопись – это другая рукопись. Точно так же, как невозможно восстановить негатив. То есть можно сфотографировать так же вас. Вот вы так стоите, да, красивы, близоруки. Вот сзади Ленин с хорошим зрением, потому что читает газету без очков. Я могу сфотографировать. На следующем кадре, который я такой сниму, у вас будет другое выражение лица. У Владимира Ильича то же самое, но это не меняет дело. А вот своих учителей, кто вас учил фотографии, журналистике, вы помните? Кто эти люди? Мы можем с вами договориться так, что учителя у меня были, но они меня не учили. Я у них учился. Это разные вещи. Понимаете, да? То есть у меня не было занятий, скажем там, с Головановым или с Гоголем, или с Александром Сергеевичем Пушкиным. Не было. Но я мог брать у них уроки. То есть я иногда читал, смотрел, смотрел, как построена фраза, как человек смотрит на мир. Наверное, таких людей было достаточно. А у кого вот самые интересные такие построения фраз, взгляд на мир? У Гоголя? Да. А чем он так интересен? Ну, вы мне задаете вопрос, на который может ответить только Гоголь. Возьмите «Мертвые души», просто конец. Вот я вам советую. Возьмите «Мертвые души», когда он уже все написал. И прочтите там четыре страницы про Кифу Мокеевича и Мокея Кифовича. И больше вы мне таких вопросов задавать не будете. Вы, наверное, это все читали, пока учили в школе. Тогда это рано было. Перечитывал. Потом еще тоже. Это рано, потому что в русской литературе были великие писатели, были гении, я считаю. Кто? Гоголь и? Пушкин. И Пушкин. Да. Ничего нового. А великих было больше, конечно. И даже в 20 веке были великие писатели. И даже в наше время был великий писатель, которого как будто не считают великим писателем, но самым значительным по мнению очень большого количества людей, которые оценивают литературу, это произведение самое значимое. Я его сейчас назову, а вы удивитесь. Это Москва Петушкин. Я считаю, что Ерофеев великий писатель. Знаю людей, которые тоже его признают гением и считают, что это одно из самых великих произведений на русском языке. Мы сошлись. Я вас не удивил. Я очень радуюсь. Были замечательные, конечно, писатели. И, наверное, сейчас есть. Просто мы еще их не все знаем. А если говорить о фотографии, там есть гении? Вот именно кто? Русские люди, кто в России снимает? В России были очень хорошие фотографы. Но, скажем, век назад был Була такой. Вот я думаю, что это был абсолютно выдающийся фотограф. Потому что при том, что это станковые были аппараты, он занимался и репортажной съемкой, и наследие Булы до сих пор еще, как следует, не популяризировано. Хотя фильм о нем делал такой ленинградский, замечательный документалист Владислава Винограда. Он сделал фильм о Буле. Были фотографы в 30-е годы, очень хорошие. Он называет Рудченко, там и Альпер, там полно их было, много. Полно как-то не очень уважительно. Во время войны были замечательные фотографы. Они были поставлены в сложные условия, потому что у них не было материала. Если вы знаете, то им выдавали пленку, и эту пленку ты должен был сдать. Поэтому цензура была жестокая, и не все негативы возвращались. Но были такие хитрецы и умники, которые брали пленку у кинематографистов, там полегче было, и какие-то свои оставляли. Но были, и Гаранин, Бальтарманс, Халдей, Халиб, там много было. Много-много замечательных фотографов. Сейчас, наверное, есть, я просто не слежу за всеми. Потому что в основном центр изобразительнее вообще всего переместился как-то из газет и журналов больше в интернет. — Ну и тут еще такое происходит, что фотографии сейчас каким-то образом куда-то к дизайну смещаются. Что свадебные фотографы, которые вот такие на празднике... — Они всегда были, всегда были. Они, да, больше дизайнеры, потому что там на этих фотографиях не всякий разузнаешь. Там такие все гладкие. Ну, нормально. Это ничего, нормально. Это пушкарей они называли старое времено. Они всегда были на свадьбах, на похоронах не помню. Но, может, и на похоронах были. — А вот к применению их технологий, фотошоп и все остальное прочее, как вы к этому относитесь? Нужно это? Ну, это то, во что революционировала ретушь, по сути. — Нет, я вам скажу, что фотошоп абсолютно необходим. Но у каждого есть свои предпочтения и свои законы пользования. То есть, конституция пользования фотошопом у меня есть. Я делаю фотошопом все то, что я мог сделать под увеличителем. То есть, я туда не вставлю колокольню, не впечатаю облака, как правило, хотя мог под увеличителем впечатать. Я смотрю, меняю плотности точно так же, как мог поменять плотности. Могу открыть глаза, что-то притемни, что-то высветлить. То есть, нормальная работа с негативом. Это нормальная, я считаю, все допустимо. — Работа художника здесь уже какая? — Это не художника, это фотографа. Я вам скажу, что если вы думаете, что вы в старые добрые времена, придя в газету, вставляли негатив, шлепали фотографии, принесли ее редактору, что это был весь процесс, вы глубоко ошибаетесь. Их и грели, и перепечатывали, и допечатывали, и экспонировали по-разному. То есть, с ними работали. Печать — это очень сложный был процесс. А выставочная печать — это был вообще чрезвычайный процесс. А таких людей было немного, кто умел печатать в выставочной фотографии. — А вот такой еще вопрос у меня буквально сейчас созрел, когда я с вами общался. — Я по образованию историк, и мне всегда интересны вот такие вот некие исторические аспекты и нюансы. — Да, да. — У вас никогда не было желания поснимать какую-то эпоху, может быть, эпоху Ивана Грозного, вот как вспоминается? — Нет. Опасаюсь. Да и вонял очень сильно. Люди не мылись, грязные ели, бог знает что, жили недолго, управы на никого не было. Кто сильнее, тот и победил. Нет, не хотел. Фотографию с большим бы удовольствием посмотрел, если бы не были. Но они были бы все фальшивыми. Как фотографии Сталина, Ленина, всех членов Политбюрода военной. И все же ретушированные до такой степени, что куда-то в фотошопов. — В ваши кадры какие знаменитости попадали? В ваши объятия? — Мои кадры знаменитости не попадали. Попадали хорошие, интересные люди, но иногда они были известны. Ну, в общем, много. Перечислять из какой области? Политиков, художников, актеров, ну кого? Спортсменов. — Ну, люди искусства, культуры. — Много-много. — Много-много. Дело в том, что я, в общем, родился в актерской семье и каким-то образом так близок был ко многим режиссерам и кино, и театральным. Поэтому почти всех я знал. Московских и ленинградских режиссеров я знал всех. И очень многих актеров я знал. Некоторых снимал. А он кого считал нужным? — Ну, были у меня. И есть фотографии известных актеров. Конечно. И Ниолова есть, и Раневская есть, и Юрский есть. Господи, ты кого только не знаю. — А вот о выставке, которая открылась у вас в Ульянске, посвященной пригазу? — Она хорошая выставка, потому что там нет людей. Если у кого есть законная мизантропия такая, которая сейчас может выработаться, особенно у людей, которые смотрят политические программы, политические ток-шоу, вот я советую на эту выставку прийти. Они так сбросят немножко вот этот внутренний накал и посмотрят, что мир прекрасен. — А мир действительно прекрасен? — Прекрасен. — Человек его не делает хуже? — Человек делает ли его хуже? — Да. Не делает ли он? — Делает. Человек делает все, чтобы подрубить вот этот сук, на котором он сидит. Но в конце концов он добьется этого. Я думаю, что человечество, ну если не все, то значительная часть обречена. Именно в силу своей глупости, бездумности, самоуверенности, накопления вот этих ядерных потенциалов, бряться не оружием, засорения океана, неба, воды, всего. Но рано или поздно это вдруг обернется гигантской катастрофой, которую несет, я думаю, да я не думаю. Но я хотел бы не надеяться, но полагаю, что несет ровно столько людей, сколько необходимо для того, чтобы восстановить баланс на Земле человека и природы. — А пути к спасению нет от этой катастрофы? — Есть в чем. Жить по-человечески, не ощущать себя царем природы. А знать, что ты встроен в эту природу, что ты результат. Просто результат, может быть, отчасти эволюции, может быть, какого-то чуда, что ты бы здесь вырос. Я думаю, что довольно долго все это медленно происходило. Не было средства доставки, не было ни таких самолетов, ни ракет, ни расщепленных этих устройств ядерных. А сейчас, знаете, 30 лет назад мне повезло, я перешел под парусом на маленькой шхуле с советско-американской командой. Нас было половина американцев, половина нас. Мы перешли океан Атлантический, и каждый день мы брали пробу воды. Нам ни разу не удалось взять пробу, чтобы вода была чистой. То катыш какой-то нефтяной, то осколок поролона, то сигаретный фильтр. Такой океан превращается в мусорник, а он же качает нам кислород, которым мы дышим. Но рано или поздно это придет к какому-то... И человек очень самонадеян. Вот этот маленький вулканчик, я его видел как раз. В Исландии, который с очень трудным названием. Да, мы его посмотрели. Это вообще нечего делать. Он парализовал на три дня весь мир. Просто. Плюнул там немножко. Вы себе представите, что если произойдет какая-то грандиозная катастрофа внутри Земли, мы же не знаем, что там. Мы все знаем. Мы не знаем человека и Землю, а все остальное нам кажется, что мы знаем. В общем, я так сейчас скажу. Добрее надо быть в природе и в ближнем. В общем, ничего нового. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова